Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной предпоследней торговой сессии этой недели. Пятидневка у нас близится к своему логическому концу. Мы с вами уже получили, наверное, основные, скажем, релизы, точнее, были свидетелями их публикации, их влияния на большинство финансовых активов. И самое важное, что стоит отметить, так это то, что мы дождались долгожданной фундаментальной поддержки для американца. Здесь доллар, я уверен, искренне благодарен Дональду Трампу, который все-таки коснулся не совсем, конечно же, в том формате, в котором хотелось бы ожидать стимулирующих реформы политики, но все-таки сделал это после постоянно звучавших в последнее время лозунгов и протекционистских заявлений и высказаний. Сегодня мы, безусловно, еще раз поговорим про его выступление в Конгрессе, поскольку можно уже детально проанализировать то, как отреагировал рынок и как рынок продолжает жить с этим фундаментом по прошествии ровно одной торговой сессии. Начнем мы сегодня, как и всегда, с рынка нефти. Здесь у нас также хорошие, скажем, точнее реализованные предположения о том, что потенциал все-таки снижения будет и дальше притворяться в жизнь. Мы с вами очень давно ждем коррекцию. В данном случае, колл вчерашнего дня 56.25, сейчас актив торгуется, в принципе, на тех же самых ценовых значениях. Вообще, на этой неделе большинство наших идей приносит нам прибыль и доход, но до целевых ориентиров, которыми мы руководствовались, когда вообще заключали эти сделки, еще нужно немного подождать. Но если доллар, конечно же, не растеряет тот потенциал, который сейчас ему дали возможность раскрыть и продолжить, собственно, радовать покупателей, и тогда, уверен, у нас будет прекрасное закрытие этой недели. Может быть, даже и поговорим о сохранении вот этого растущего тренда доллара и слабости рисковых инструментов и на следующей неделе. Что касается рынка нефти, здесь мне есть что вам рассказать, потому что вчерашний день был довольно интересный. Ну, во-первых, потому что мы видели реакцию доллара на выступление Трампа в Конгрессе. Мы получили еще один статистический лист по поводу запасов нефти США, поскольку это официальная статистика, то параллельно с запасами, вы знаете, публикуются данные по объемам добычи нефти в рамках американской экономики. Вчера, собственно, еще вышел прогноз от ExxonMobil, который планирует устроить сланцевую бум и революцию в 2017 году и в последующих в США. Конечно же, все это, опять же, те самые факторы, которые возвращают нас к большей идее усиления скептических настроений по поводу эффективности сделки ОПЕК. Я советую вам сейчас еще раз проанализировать тот фундамент и еще раз переосмыслить позицию, особенно тем, кто свято верит в то, что сделка ОПЕК будет эффективна. И эта сделка позволит нефти уйти гораздо выше текущих значений. Я признаю тот факт, что обязательства сейчас выполнены больше, чем на 90%, но не забывайте о том, что 11 стран, которые не входят в ближневосточные картели, они не так охотно сокращают производство и добычу, особенно неохотно делает Россия. Какие бы, собственно, сводки в новостях не появлялись относительно того, что Россия полностью соблюдает условия договоренности. Ограничения производства в том формате, в котором нужно было бы видеть и в котором стоило бы это сделать, пока что нет. И я считаю то, что, в принципе, сделка ОПЕК не будет выполнена на 100%. Ну и, конечно же, мы с вами постоянно говорим про Штаты, потому что Соединенные Штаты Америки – это уже общепризнанный фактор, который серьезно влияет на ценовую конъюнктуру всего рынка углеводородов. И это, опять же, тот самый регион, который усиливает этот скепсис. Потому что, говоря про Штаты, мы говорим про регион, который компенсирует положительный эффект от этой сделки. И здесь очень много статистики цифр. Вы знаете, что за последние 7-8 месяцев количество нефтяных терминалов выросло на 100%. В США сейчас их уже больше 600 штук. По прогнозам, первое полугодие 2017 года будет закрыто с количеством нефтяных терминалов 650 штук. Мы можем предположить, что при таком росте сланцевых вышек, конечно же, будут подняты и уровни добычи на текущий момент. Это и без того максимальное значение больше, чем практически за год. Сейчас добывается чуть больше 9 миллионов баррелей в сутки. И за последний год производство нефти выросло на 600 тысяч баррелей. По прогнозам экспертов, 2017 год штатами будет закрыт по планке добычи на отметке в 9,3 миллиона баррелей в сутки. С потенциалом роста этого показателя до 9,7, возможно, даже 9,8 в 2018 году. Мы постоянно с вами говорим про, опять же, те показатели по добыче, которые у нас есть возможность в качестве итогов подводить каждую неделю. Так вот, исходя из вчерашней статистики от Минэнерго, объемы добычи нефти за прошлую неделю выросли в США на 31 тысячу до 9,03 уже миллиона баррелей в сутки. При этом спрос на внутреннем рынке США продолжает стагнировать. Действительно, есть медвежье ожидание того, что картина изменится. И при всем этом мы видим, как объемы экспортных поставок из Штатов также растут. В конце февраля был зафиксирован уровень экспортных поставок на отметке 1,2 миллиона из США. Это рекордный показатель. Запасы нефти сейчас также на рекордных значениях в Штатах 520 миллионов баррелей. Ну и, разумеется, здесь вывод, на мой взгляд, очень простой. США у нас уже потихоньку, скажем, перенимают статус основного фундамента для рынка нефти. И хорошо то, что этот фундамент носит такой медвежий подтекст. Что касается ExxonMobil, я в двух словах обмолвился в начале брифинга. Почему эта компания сейчас также должна периодически попадать в сводку нашего обзора. Дело в том, что ExxonMobil, по сути, анонсировал амбициозные планы по освоению все большего количества сланцевых месторождений, про активное проведение геологоразведки. В частности, в этом году ExxonMobil планирует потратить на эту деятельность около 22 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, это практически на 20% больше, чем в прошлом году. И это план не только на год, это план на десятилетку. ExxonMobil планирует разогнать уровень сланцевой добычи в США на 1 миллион баррелей в перспективе ближайших нескольких лет. То есть, практически, если сейчас на сланцевое обурение приходится 4,75 миллиона, то речь идет о росте на 20%, практически на 20%. Соответственно, поддержки для нефти долгосрочной. Я бы вообще не стал искать краткосрочную. Может быть, будут какие-то сюрпризы, которые поспособствуют росту этого актива. Но среднедолгосрочно, друзья мои, я надеюсь, вы уже в короткой позиции. Ждем снижения и ухода брента в район, как минимум, ниже 55 долларов за баррель. Российская валюта девальвируется 58,20. Сейчас у нас на наших экранах в терминалах. Что касается актуального новостного фона, то вчера вышел отчет по индексам о диалогативности в производственном секторе России. Как и ожидалось, я уже обозначал слабости данного сектора как одну из причин потенциальной слабости для рубля. Тенденция эта негативность сохраняется. 52,5, с прошлого 54,7. Дальше будет только хуже. Налогового периода уже нет. Его ждать следующего придется около месяца. Нефть снижается. Уверен, что сегодня с открытия торгов давление на рубль будет усилено. И мы можем претендовать уже на движение в районе 59, а потом уже и 60. Доллар против японской иены. Котируется на отметках сейчас, можно сказать, 114 иен против доллара. Соответственно, видим то, что американец сохраняет и фундаментальный позитив, и бодрость, и решительность, чтобы оказаться выше текущих значений. Интерес к доллару в последнее время вырос, точнее даже в последние дни, на фоне роста ожиданий того, что американский регулятор пойдет на повышение процентной ставки на заседание 15 марта. И эти, в свою очередь, ожидания усилились после довольно жестких комментариев представителей американского регулятора. Я по фамилиям уже разбирал, в принципе, риторику, то, что мы слышали из последних. Это выступление Дадли Уильямса. И вот, в принципе, замыкал вчера торговый день Каплан, который, в принципе, в унисон они говорят о том, что ставку нужно повышать буквально, в смысле, немедленно. И март – это вполне, опять же, вероятный месяц, чтобы увидеть подобные изменения. Субъективная позиция, конечно же, хочу подтвердить ее объективным взглядом. Например, если посмотреть на прогнозы и опросы Блумберга по поводу повышения процентной ставки, они сейчас превышают 55%. Вы помните еще наш излюбленный контракт по данным FedWatch, фьючерсный контракт, который оценивает вероятность повышения процентной ставки. А сейчас по этому контракту вероятность составляет 66%. Макроэкономическая картина продолжает улучшаться. Вчера серия важных отчетов – это личные доходы, которые выросли до 0,4%. Личные расходы – рост до 0,2%. И индекс делуактивности в производственном секторе АСМ – очень важный показатель. Здесь очевидный прогресс. С 56 сектор вырос до 57,7 пунктов. Соответственно, поддерживать рост американцев будет еще и статистика, которая приближает решение ФРС по повышению процентных ставок. Что касается Трампа, то вы знаете, он предпочел не делиться конкретикой по поводу предстоящей налоговой реформы, просто отметив то, что она на повестке сейчас. Но рынок все равно крайне оптимистично отреагировал на его выступление в Конгрессе, потому что Трамп сообщил о намерениях увеличить бюджетные расходы на инфраструктуру. И дал поручение, хотя в отношениях, наверное, американского президента Конгресса слово поручение неверное. Предложил рассмотреть, попросил рассмотреть возможности одобрения расходов на инфраструктурную программу, на инфраструктурные проекты в диапазоне и в размере 1 триллиона долларов. Вот как раз первое свидетельство реализации хоть какой-то, пока в большей степени, конечно же, вербальной, симулирующих реформ, которые Трамп обещал во время своей предвыборной кампании. Поэтому и американский фондовый рынок рванул. Новые исторические максимумы, в принципе, по S&P, вы сами все прекрасно видели, 2391 пункт сейчас. Я думаю, что такими стараниями мы можем забраться выше отметки 2400. Американский фондовый рынок уже принес нам хороший профит с начала этого года. Но я думаю, что еще не вечер, сможем еще немножко высосать профит из, признаю, весьма перегретого американского рынка. Но стимулы еще будут, в том числе стимулы, озвученные Трампом. Конкретика по налоговой реформе это то, что будет пока поддерживать это ралли. И до конца вообще первого квартала 2017 года я вообще бы вам не советовал отказываться от повышенного интереса к американской фонде. Если вернуться еще, опять же, к конкуренту доллара, японской иене, то я, по-моему, несколько дней назад уже рассказывал про корреляцию, которая наблюдается в отношении этого актива доходности американских трежер. Она находится на максимальном значении за последние 10 лет, и пока эта тенденция, вот эта параллель, она выдерживается. Слова Трампа стали причиной роста доходности американских трежер, индекс доллара забрался выше 102, это все то, что стало причиной американца. При такой поддержке, друзья, я считаю то, что мы просто обязаны и дальше покупать американца, не обращая внимания ни на что. Уверен, что будем выше 115 уже чуть ли не в самые ближайшие дни. Евро находится под давлением, но европейская валюта слабеет, потому что ей, в принципе, нечего противопоставить сильному доллару. Вчера вышла статистика по рынку труду Германии, но разве это тот фундамент, который может соперничать с сильным долларом, тем более тогда, когда доллар наконец-таки получил долгожданную фундаментальную поддержку. Про риски для евро мы с вами говорили очень много, основной из них политически сегодня на повестке дня. Очень важный отчет по индексу потребительских цен. Смотрим, как всегда, не на основной отчет по инфляции, а на базовый индекс потребительских цен. И если он снова просядет, тогда европейская валюта у нас будет претендовать на тестинг поддержки 1.05. Я думаю, что при развитии такого сценария мы действительно имеем все основания, уже возможно, в ходе завтрашнего брифинга, с заключительного дня этой недели, говорить о пробое поддержки 1.05. Евро снижается, будем продолжать работать с этим и, собственно, ставим, как и раньше, на дальнейшую коррекцию. Фунт против американца. Я думаю, что здесь лично у меня уже запас прочности не такой уж и значительный. Я считаю то, что если пара при всем нашем фундаментальном анализе, который мы вкладывали в динамику этого актива, окажется ниже отметки 1.22, но тогда нам придется смириться с тем фактом, что пошло коррекционное движение, которое только усилится по факту инициирования 50-й статьи. Пока поддержка 1.22 держится, я все-таки буду склоняться в пользу покупок британца. Доллар Канадии. Вчера довольно интересная валютная пара была, поскольку, в принципе, мы сейчас видим котировки очень хорошие 1.33.46. Они вяжутся, опять же, с нашей инвестиционной идеей. Они соответствуют нашему прогнозу. Но это еще не цель 1.35. Но, учитывая то, что мы слышали в формате сопроводительного заявления Банка Канады, учитывая то, что мы видим сейчас по доллару, и те ожидания, которые сейчас вообще присутствуют по дальнейшей макроэкономической статистике и по потенциалу снижения нефти, 1.35 – это практически 100% достижимая цель, также в самые ближайшие дни. Из интересного, что было сказано в формате сопроводительного заявления. Очень важно отметить то, что Банк Канады признал факт снижения темпов роста с заработной платой. Это такой долгосрочный риск, который будет оказывать понижательное давление на активность потребителей, станет причиной слабых показателей роничных продаж и из-за чего может пострадать и национальная экономика. В контексте таких обозначенных рисков Банк Канады сообщил о том, что в ближайшие, скорее всего, даже два года не будет подумывать об ужесточении монетарной политики. Это, собственно, стало причиной слабости канадского доллара, серьезной слабости по факту публикации ставки. Ее оставили на прежнем уровне 0,5%. И позволило ПАИ закрепиться выше отметки 1,33. Еще из актуального новостного фона. Новозеландец сейчас у нас испытывает давление. В принципе, это характерно для австралийского доллара. Они идут в дуэте. Я надеюсь, что австралийцы будут действовать дальше в соответствии с нашим прогнозом, потому что мы с вами не верим, что этот актив сможет оказаться выше сопротивления 0,77. Про фундамент я уже вам рассказывал. По новозеландцу вот что интересно сегодня в ходе пресс-конференции руководитель резервного банка Новой Зеландии Биллер еще раз обратил внимание всего рынка о том, что курс новозеландца сейчас является очень завышенным. И явно не соответствует тем прогнозам, которыми руководствовался резервный банк Новой Зеландии еще в конце прошлого года. Точно подобные же комментарии мы буквально несколькими днями ранее слышали от руководителя резервного банка Австралии Филиппа Лоуд. Я надеюсь, что рынок все-таки внемлет этим комментарием, осознает, что сами монетарные власти, конечно же, готовы будут вмешаться в ситуацию, если курсы национальных активов и дальше будут крепчать и расти. Каким образом? Всем известные валютные интервенции, либо разговоры о возможном смягчении экономической политики. Я думаю, что дожидаться этого не стоит. В принципе, уже нужно осознать то, что и австралийцы, и новозеландцы забрались очень высоко, и на фоне сейчас растущего доллара их нужно продавать. Что касается, опять же, S&P, думаю, что можно ставить уже на следующее сопротивление, которое находится на отметке 2450 пунктов. Если вы считаете, что рынок уже чрезмерно вырос, и вот-вот последует разворот, я вас не хочу переубеждать. Вы тоже абсолютно правы, но я думаю, что мы можем еще немножко набрать у этого, соответственно, индикатора этой бенчмарки американской фондовой секции и заключить еще одну профильную сделку по нашим депозитам. По основным, другим валютным парам все без изменений, в принципе, никакого интересного дополнительного основного фона нет, поэтому продолжим следить и наблюдать за тем, как доллар возвращает свои лидерские позиции, которых он, честно говоря, на фоне, опять же, фундаментальной картины и последних макроэкономических отчетов явно достойно. Из важных релизов сегодняшнего дня в 13.00 ждем отчет по инфляции в еврозоне, в 16.30 заявки на пособие по безработице в Штатах и в 16.30 еще годовые данные по ОВП Канады. Если посмотрим на прогноз, ожидается снижение по сравнению с прошлым релизом. Соответственно, если статистика будет действительно в таком негативном ключе, тогда канадец продолжит валиться против доллара, и мы увидим уровень 1.34 уже к концу сегодняшней торговой сессии по паре USDCAD. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, канал на YouTube и форума Markets в вашем распоряжении. Оставляйте ваши комментарии. Не забывайте, конечно же, ставить лайки. Ну а с вами увидимся завтра на ежедневном утреннем брифинге в прямом эфире в 9.30 по Москве. Всего доброго. До свидания.